День оленя 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 Главное, конечно, пережить им это зимний-весенний период, самый основной, самый тяжелый для оленей. Если они их переживут, скажем, к середине мая следующего года, мы уже точно будем знать, сколько, какой процент выжил. И если они переживут, скажем, 90-95 процентов их выживет, то это отличный результат, считаю, будет. Уникальный проект по перебросу животных с материка на остров – это подарок кочевникам Колгуева от администрации Ненецкого округа. Ведь повод весомый. Жители Тундры празднуют День оленя. По прогнозам специалистов, если данный эксперимент признают успешным, то многотысячная стада на Колгуеве получится восстановить в течение всего нескольких лет. До 50 тонн мясной продукции в год и новые перспективы развития. СПК ЕРФ на этой неделе презентовал кулинарный цех по переработке оленины. Новые помещения уже запущены в производство. На экскурсию по второму в округе перерабатывающему предприятию отправилась моя коллега Валентина Чебичек. Валентина Чебичек Инженер-технолог Юрий Пронин знает все тонкости работы с олениной. Много лет он работал на мясокомбинате. Новый цех СПК ЕРФ с гигантом пищевой промышленности не сравнится ни по мощности, ни по ассортименту. Но для сельхозкооператива это большое достижение. Раньше СПК ЕРФ продавал только мясо. Сегодня в ассортименте 21 наименование. Вся новая продукция изготавливается здесь. В цехе полуфабрикатов. Котлеты, антрикот, мясные ежики, колбасы. Готовая продукция выпускается на втором этаже. Здесь мясо будут варить, коптить и упаковывать на вакуумном агрегате. Новый цех запустится только к Новому году. А пока цех не заработал на полную мощность, новые сотрудники, обвальщики и жировщики оттачивают навыки. Среди них Иван Вылка. Уроженец посёлка Красное полтора года обучался в школе оленеводов в Финляндии. Открытие нового цеха ждал с нетерпением. Я учился в Тайваниеме. Там оленеводство было по забою, по переработке мяса. Новая продукция Ивану нравится. Вкусная и привычная северному человеку оленина. Некоторые наименования уже поступили в продажу. Кстати, в будущем при цехе откроют оптовый магазин. Сегодня у предприятия три точки сбыта. В том, что понадобится ещё одна, руководство даже не сомневается. Люди в больной пункте стоят. Значит, уже общежитие на 38 мест стоит здание. Осталось только сделать производственное помещение. И в 2016 году будут первые забы производиться на новом месте. Новый убойный пункт – это повышение качества заготовки мяса, а значит и продукции. Руководитель управления АПК и торговли Сергей Киселёв отметил, такая продукция востребована будет, особенно в условиях импортозамещения. Окруженным хозяйством поступают предложения на экспорт мяса в регионы страны, где не хватает сырья для производства. Потенциал того мяса, который мы можем использовать, его качество, они не до конца у нас иногда используются, ввиду того, что хромает именно убой. Сейчас этот цикл, вводя вот эти предприятия, мы замыкаем, и у нас выстраивается стройная цепочка от прихода оленя на убойную площадку до выпуска готовой продукции. Более 15 миллионов вложений, два года работы и цех готов. Хотя главные двигатели перемен в СПК ЕРФ, несомненно, большое желание и трудолюбие. Не зря имя кооператива в переводе с Ненинского значит «хозяин». Другим темам до единого дня голосования осталось чуть больше месяца. Напомню, 13 сентября этого года выберут губернатора Архангельской области, депутатов по двум многомандатным округам в городской совете, а также глав Великовисочного и Телевисочного сельсоветов. Последним прием документов в избиркоме завершился еще 27 июля. Об итогах Алина Ваучейская. Выборы в единый день голосования будут проходить в обычном режиме. Избирательные участки, а всего их 51, откроют свои двери в 8 утра. Жители округа смогут отдать свой голос за одного из шести кандидатов в губернаторы Архангельской области. Кроме того, 13 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов горсовета Наринмара в двух многомандатных избирательных округах – Центральном и Портовом. Их проведение связано с тем, что два депутата – Галина Медведева и Елена Сопочкина – перешли на госслужбу вице-губернатором и председателем счетной палаты НАО соответственно и были вынуждены покинуть горсовет. Прием заявлений от выдвиженцев в депутатские кресла завершился 26 июля. Некоторые из кандидатов уже сдали окончательные пакеты документов на регистрацию. В целом у нас по городу, по этим двум округам выдвинулись 23 кандидата. Конечно, количество большое. 10 кандидатов выдвинулись по Центральному округу и 13, соответственно, выдвинулись по Портовому. Подвижение кандидатов завершилось и в Великовисочном сельсовете. На досрочных выборах определится глава муниципального образования. У нас удалено заявление 5 человек. Из них зарегистрировано только двое. Остальные мы будем регистрировать завтра и послезавтра. В единый день голосования выберут и главу Тельвисочного сельсовета. Выборы назначены в плановом порядке. Кроме того, жителям Тельвиски и Устья предстоит избрать депутата местного совета. Теперь к теме дорожной. Управление госзаказа Ненецкого округа объявило открытый конкурс на корректировку проектной документации о бездной дороге Нриенмара. Ее планируют начать уже в следующем сезоне. Правда, если финансирование поступит в полном объеме. Но тем временем в самом разгаре масштабный ремонт транспортных артерий окружной столицы. Что удалось сделать за почти два месяца в следующем материале. Когда появится объездная дорога в Норинмаре и появится ли она вообще? Этим вопросом задается едва ли не каждый автомобилист окружной столицы. Ведь в часы пик единственная транспортная артерия превращается в место для руганий и столкновений. Как в прямом, так и в переносном смысле. В скором времени эта проблема может решиться. На портале госзакупок уже объявлен конкурс на перепроектирование первого участка обездной дороги Норинмара. Заказчиком выступает дирекция транспорта и дорожного хозяйства Ненинского округа. Трасса будет состоять из трех пусковых комплексов. Первый длиной чуть более полутора километров соединит пересечение улицы Полярная и улиц Первомайская с улицей 60-летия Октября. Он включает в себя мост через протоку озера Качгард. Второй пусковой комплекс длиной почти 4,5 километра протянется от улиц 60-летия Октября до автодороги Норинмар-Усинск. И также подразумевает строительство моста через протоку. Третья часть обездной автодороги соединит первый со вторым пусковым комплексом улицу Рабочая. Это в этом году проектировали. Сделали в декабре месяце. И нужно начать строить уже в следующем году. Соответственно, там второй, третий участок тоже кусками можно корректировать. Соответственно, участками строить. В зависимости, как будет поступать финансирование. Потому что денег на всю дорогу сразу не будет. Пусковые комплексы дадут возможность запускать дорогу частями. То есть строить частями или, соответственно, вводить в эксплуатацию тоже частями. Работы по перепроектированию первого пускового комплекса должны быть выполнены не позднее 20 декабря. Теперь перейдем к тому, что уже сделано в сфере дорожной деятельности. На участке федеральной автотрассы в сторону аэропорта закончилась укладка верхнего слоя асфальта. Напомню, дорожное полотно от воздушной гавани окружной столицы до Кольцевой в центре города в этом году было полностью обновлено. Сейчас дорожники доделывают съезды с основной дороги на второстепенные. Автомобилисты обновленным асфальтовым покрытием довольны. Ну, сейчас хоть нету ям, как были раньше, можно ехать по гладкой дороге. Практически приятно, да. Молодцы ребята работают. Ну, наконец-то начали делать дороги. Хоть и днем делают, но ничего. Мы терпим. А вот приятно ездить по новому ровному асфальту? Да, так и охота разогнаться, но нельзя. Ну, да, определенно стало лучше ездить по улице 60 лет с октября, 1-го майская, улица рабочая. То есть более как-то комфортнее стало ездить, удобнее на машинах, не слушается этот гул, колеса от автомобиля. Ну, более приятнее, мягче ездить. А качество асфальта? Качество асфальта, ну, в принципе, да, более-менее сейчас стало лучше, чем в прошлый год. Ну, как более все вот эти вот дыры, которые были, залатали. И сейчас, ну, как уже в яму не попадаешь, и как водители тоже соглашаются, то, что ям меньше стало и удобнее ездить стало. Кроме того, ремонту подвергся участок дороги по улице Первомайская, а в скором времени проведут реконструкцию транспортной артерии в районе улицы Волчейского. На следующей неделе специалисты на Ринмардо Римстроя приступят к асфальтированию улиц в микрорайоне авиаторов. Асфальтовый завод, кстати, в этом сезоне используется на максимальную мощность, чего не было уже 15 лет. На предприятии уже выпустили около 8 тысяч тонн асфальта. До конца сезона специалисты на Ринмардо Римстроя планируют довести этот показатель до 20 тысяч тонн. Для сравнения, за прошлый год было выпущено лишь 1800 тонн асфальта. Причем, по словам сотрудников асфальто-бетонного завода, качество смеси намного лучше, чем в 2014. Во-первых, материалы другие, качество другое материалов. Плюс, применяем сейчас минпорошок. Ну и люди же и видят, что качество асфальта совсем другое. Это не те, что в прошлый год, позапрошлые годы принимали старый материал, отсев. Сейчас снова скорее идет материал отличного качества. Так что будем надеяться, что простоит хорошо. На тех участках, где полной замены дорожного полотна в этом году не будет, ведутся сезонные ямочные ремонты. На улицах Паучейского и Ленина в связи с проводимыми работами движение автомобилей затруднено. В поселке Факел готовится основание и щебня для последующего асфальтирования автодорог. Также продолжаются ремонтные работы на участке дороги на Ринмар-Лаевош. Такая глобальная реконструкция дорожной сети началась после передачи полномочий из города в округ. В общей сложности на ремонт дорог окружной столицы в текущем сезоне из окружного бюджета было выделено 400 миллионов рублей. Еще столько же округ получил из федеральной казны. Ну а сколько прослужит новое дорожное покрытие, покажет время. Сразу в трех населенных пунктах Великовисточного сельсовета до конца лета появятся первые в регионе понтонные причалы. Их еще называют модульными. Они собираются буквально за считанные минуты по принципу знаменитого конструктора Лего. Сооружения уже в пути, их закупили. Плаучие причалы заметно облегчат жизнь и экипажу теплоходов, и их пассажирам. Последним больше не придется опачкать свои ноги в береговой грязи. Репортаж из Великовисточного. Сразу в трех населенных пунктах Великовисточного сельсовета до конца лета появятся первые в регионе понтонные причалы. Их еще называют модульными. Они собираются буквально за считанные минуты по принципу знаменитого конструктора Лего. Вот так выглядят понтонные блоки. Легкие, но в то же время надежные. Оболочка пластиковая, а внутри только воздух. Поэтому конструкциям не страшны любые волны. Плавучие причалы возведут в Виске, Тошвиске и Лабожском. Понтоны, я думаю, что жителям будет удобно спускаться в судно и выходить на берег чистыми, не пачкаться. Помимо прочего, в Тошвиске и Лабожском построят сезонные мини-вокзальчики. В теплых помещениях пассажиры смогут ожидать водный транспорт. Практично и экономично все эти новшества местная администрация внедряет на средства гранта. Его сумма 8 миллионов рублей. Деньги в основном идут на благоустройство муниципалитета. В административном центре работы уже ведутся. Село преображается буквально на глазах. Вот строители меняют прогнившие мостовые. Люди-то уже как отзываются? Довольны? Довольны очень. Будем ходить по хорошим мостовым. Работы хватает всем. На благоустройстве села задействовано чуть ли не все население. Зарабатывают и студенты, которые приехали на летние каникулы. В общем, без дела никто не остался. Ближе к осени ожидается новый фронт работ. В Великовисочном планируют высадить деревья, построить открытый каток и обновить детские площадки. Кстати, детвора здесь тоже не скучают. Школьники играют, занимаются спортом и готовятся к учебному году. А я осенью пойду в школу. Первый класс? Угу. Ну, готовы уже? Ну да, только надо еще что-нибудь купить. Мама не обещала заказать рюкзак. Мечта у этих ребят всего одна. Зато какая они хотят, чтобы в их селе построили бассейн. Ой, сейчас покупались. А вот взрослым сейчас явно не до купания. Они подсчитывают ущерб, нанесенный весенним паводком. Два месяца назад виска оказалась под водой. Затопила улицы, дома и огороды. С бедой справляются самостоятельно. Урожай, наверное, будет слабенький в этом году, потому что посадили поздно. А потому что приходила после ледохода вторая вода, и вот буквально от этой крайней грядки, вот столичка только, если было видно, и все. Частное хозяйство Виктора Безумова сейчас переживает сложные времена. На большой урожай пенсионер уже не рассчитывает. Причины две – наводнения и холодное лето. Собранных овощей едва хватит до следующего сезона. Впрочем, Виктор особо не переживает. У огородника есть верный кормелец – старенький трактор советской сборки. Не так давно стартер новый приобрел. Латвийского производства, кстати, редукторный. Все прекрасно заводит. Этому трактору уже 24 года, а в двигателе ни единого лишнего звука. Раньше тягач принадлежал колхозу, потом он 10 лет стоял без дела. Пенсионер технику выкупил и до сих пор нарадоваться не может. Применяю по хозяйству, он помощник хороший. У него и гидравлика работает. Остальные сельчане, у которых нет железных помощников и дополнительного дохода, надеются только на свои силы. Однако тем, кто пострадал от большой воды, все же помогут. Администрация Заполярного района местным жителям пообещала покрыть затраты, связанные с покупкой материалов для проведения ремонта в своих домах и на участках. На рыбопромысловых участках округа стартовал промышленный лов биоресурсов. Началась так называемая летняя осенняя путина. А это значит, что скоро на прилавках магазинов появится первая ряпушка и другие ценные породы рыб. В этом убедилась лично наша съемочная группа. Моя коллега Ирина Цепетова отправилась вверх по печоре, чтобы узнать, как, кто и чем ловят рыбу. Рыболовецкий участок Угравецка. А здесь, в 100 километрах от Наринмара, в верховьях Печор, ведется промысел одной из самых ценных видов сеговых рыб ряпушки, также известной как зельдь. Эту мелкую рыбку жители округа очень любят и буквально сметают с прилавков магазинов. А между тем, добыть ее не так-то просто. Это тяжелый труд. В один голос говорят опытные рыбаки. На участке Угравецка сегодня работает 7 человек. Но скоро бригада ждет подкрепление. Вместе с бывалыми рыбаками на промысел каждое лето приезжают молодые ребята. Дмитрий Новолодский, студент аграрно-экономического техникума, работает здесь уже четвертое лето. Здесь здорово, ловим рыбам. Сейчас, правда, в плохой сезон, пока рыбы мало, ждем, когда появится побольше. Хоть будет приятнее ловить. А ловить действительно будет штом. Наиболее крупные стада пойдут в августе, говорят старожилы. План путины большой – 16 тонн. Времени до конца сентября. Чтобы обеспечить такие объемы, сети ставят по пять раз в день, а то и больше. Но самая тяжелая, почти ювелирная работа начинается после. Каждую рыбку нужно достать, буквально выпутать из сети руками. Нелегкий труд. Впрочем, поймать рыбу мало. Главное, ее сохранить делится опытом бригадир Василий Симакин. На этом участке он работает без малого 20 лет. Вся система уже давно отлажена. После добычи партиями ряпушка отправляется на переработку. Ехать недалеко, в ближайшее село Верховисочное. Потом мы ее сдаем на рыбцах. Там ее морозят. Покотируют. И на линварь, на копчение. После, готовая к употреблению, ряпушка попадает в окружные магазины. Вместе с ней на прилавки поступает и другой деликатес. В науке лосось атлантический, в простонародье – семга. Ее промысел также ведет рыбак-колхозсоюз на трех участках. Основной промышленный лов происходит на участке Карпова, недалеко от деревни Андик. На этом участке есть вся инфраструктура для дальнейшей переработки семги. Здесь ее потрошат, моют, заворачивают в пищевую пленку, замораживают и по мере накопления отвозят на ринмар. Ловом в Карпова занимаются четыре человека. За два месяца рыбаки должны сдать больше трех тонн цен на рыба. Пока, по словам рыбаков, ловы их не радуют. Но лиха беда начала. Времени у рыбаков до конца сентября. Они уверены, все планы и квоты к этому времени будут освоены. Квоты мы имеем на ряпушку, мы имеем где-то порядка 35 тонн. Имеем квоты, примерно столько ее необходимо для города Наринмара, допустим, для нашего округа. А семги мы имеем где-то порядка тонн 6-6,5. Появились первые ловы. Они немножко, чуть немножко рыба идет позднее, чем в прошлом году. Ну, надеемся еще раз, как бы, по рыбакской удаче, надеемся, что, в общем-то, мы, как бы, его возьмем целиком. Тем не менее, первая рыба уже появилась в магазинах. На следующей неделе на прилавках появится ряпушка и сик. В Ненисском округе в разгаре ягодно-гребной сезон. В это время традиционно прибавляется работа и у спасателей. Статистика доказывает, с начала сезона в лесах региона уже потерялось 9 человек. А впереди еще, как минимум, несколько месяцев, когда можно смело пойти на тихую охоту. Но что делать, если вы заблудились, узнаете прямо сейчас. Андрей Валерьевич, неужели вот в этом красивом, довольно-таки прозрачном лесу можно еще потеряться? Любая природная среда, так же, как и природное явление, оно представляет собой опасность как для человека, так и животного. И как показывает практика, в данной природной среде зачастую не просто люди теряются, а некоторые даже и не находятся. Поэтому специфика проведения поисково-спасательных работ для нас известна. Мы ее применяем на практике. И в качестве рекомендаций для населения, в особенности это в период сбора дикоросов или грибов, всячески стараемся предупредить население о тех опасностях, которые могут возникнуть или с которыми они могут столкнуться, именно находясь в природной среде. Ну какая основная причина того, что люди идут в лес по грибы, по ягоды и теряются? Ну, наверное, люди, которые... Ой, минуточку, подождите, я увидела гриб. Можно я сорву? Вот так вот люди и теряются. То есть в погоне за грибами, ягодами увлекаются и... За результатом добычи, скажем так, тех же ягод, грибов. Забыв про элементарные вещи, которые могут послужить и обеспечить безопасность этого человека, тем самым люди сбиваются с пути, а это один из важнейших ориентиров. Дорога, к примеру, да, вот, которая вот здесь, к примеру. Этих дорог тысячи, вот, а может быть и больше, да, на территории Ненецкого автономного округа и, соответственно, грибных местах. И теряются. И потом эту уже дорогу очень сложно найти. А как ее пометить, если, вот как вы и сказали, их очень много, десятки? А нужно идти по одной дороге и от нее влево-вправо искать те же самые там грибы, ягоды и так далее. Вот и все. И не забиваться с этого пути. Может быть еще какие-то походу ориентиры для себя. Не просто оставлять, там метки, зарубки, веточки ломать. Подвязывать какие-то тряпочки. Масса всяких, да, возможностей. Ну вот, к примеру, именно таким способом какой-то грибник отметил свою дорогу. Выставил в качестве ориентира именно грибную шляпку, повесив на сук дерева. Ну вот в этом году уже есть несколько потерявшихся. Они по какой причине оказались, так сказать, в ловушке лесной? Суть-то какая, что потерялись, да, там две женщины. С ними была собака. Благодаря, как говорится, данному верному другу, который, возможно, также искал дорогу, спасатели первым делом нашли именно собаку, а потом уже хозяев. Со словами, ну давай ищи где они, где. Хорошо, если с вами друг, товарищ, ну или тот человек, который ориентируется в этих местах. А если его нет? И если вы еще не подготовились к этому? То есть, ну не взяли с собой, к примеру, элементарные вещи, там те же самые спички, провиант. Не предупредили родственников, знакомых, куда вы идете, на какое время. То есть, к примеру, я буду собирать ягоды с 7 утра до 12, потом позвоню. Если меня не будет, там до 3 часов, вызывайте спасателей или обращайтесь к ним, потому что я не выхожу на связь. Соответственно, ваши же родственники будут сначала вам звонить. То есть, берет в том районе связь, вы же тоже с собой носите телефон. Посмотрите, чтобы батарея была заряжена полностью. Итак, подведем итоги. Если вы собрались в лес, одевайтесь ярко. В камуфляже вас могут не найти из 3 метров. С собой необходимо взять запас продуктов и питьевой воды. Нож, спички, необходимые лекарства, компас, мобильный телефон с полной зарядкой. Перед подходом в лес уточните, где находятся ближайшие населенные пункты и изучите простейшие правила ориентирования в лесу. Вот так нужно ходить в лес. И грибов набрала, и не потерялась. Спасибо большое, Андрей Валерьевич. Всегда пожалуйста. На этом все. Такое запомнилось этой неделе нашим корреспондентам. Итоги следующие. Как обычно, в воскресенье. До встречи и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин